Виктор Иванович Вдруг ни с того ни с сего сделал скрипт. У скрипки не было полускрипки, четверти какой-нибудь скрипки. И, наконец, в процессе длительных трудов мастера создали конечный инструмент. Предшественников не было у скрипки. Нет. Скрипка возникла сразу, в один день, в конкретных руках. Кто-то великий тогда знал тайну этой гармонии, герметического построения. И эта величайшая тайна, вся тайна построения скрипок была утеряна в конце 18 века. С конца 18 века кто бы ни пытался создать скрипку, она не имеет итальянского тембра. Его никто не может повторить. А что такое итальянский тембр? Это не потому, что хочется, чтобы был итальянский некий тембр. Это максимальное приближение к человеческому волосу. Петрик сделал скрипку достойную Стративари, доказав, что великий мастер точно следовал божественной пропорции. Чертежи скрипки напоминают рисунки Леонардо. Не нам одним приходила в голову параллель с гением эпохи Возрождения. Скрипка – это некая гармония. Что ассоциативно дальше напрашивается? Что мы знаем о гармонии мировой? В чем она выражена? Она выражена при словутом понятии «золотое сечение», которое Леонардо да Винчи называл «божественная пропорция». Во всем творчестве Леонардо да Винчи она везде. Как бьется наше сердце с истоладиастом. Как работает наш мозг, альфа-гамма, ритм человеческого мозга, инварианты равны 0,618. Как устроена зависть в яблоке 0,618. Как устроен желток в яйце 0,618. Как движутся планеты. Мы не можем этого пояснить, поэтому это сегодня ненаучная категория «золотое сечение». Число ненаучное, а 0,618 ненаучное. Мы понятия не имеем, что это такое. И тогда я подумал, что это здесь надо искать. Но это было несколько лет. Самое первое движение, когда я получил ширину верхнего овала. Берете длину, умножаете один раз на 0,618, получаете нижнюю половину длины, поставили точку. Вот эту нижнюю половину умножаете на 0,618 и на 2, и вы всегда получаете ширину верхнего овала. Возьмите любую скрипку. Это и есть законченный чертеж совершенной скрипки. Именно поэтому чертежу она и была построена. И тогда, конечно же, это было не просто озарение. Это было вот то самое сияние счастья, которое получает, которая мы готовы, это та благодарность, которую получаем мы искательно. Тот момент соприкосновения с истиной, он дает вот это ощущение наивысшего счастья. Я знаю ее каждый звук. Я знаю каждое состояние этой скрипки. Я люблю ее. Весь мир, все сущее, есть универсум. Это понятие указывает прежде всего на универсальность законов, управляющих миром. От звуков скрипки до химических реакций.